кто-то уже менял здесь компрессор я вижу но не поменял фильтр видите и холодильник not enough cold вот кто это сделал сложно сказать но так вот никто не делайте пожалуйста когда устанавливать новый компрессор всегда меняйте этот фильтр всегда вот этот вот вот потому что видите опять не холодит я уже теперь не знаю компрессор этот нормальный или все-таки сдох надо там ну в общем надо проверять вполне возможно что он тоже мог умереть вот ну такая вот история ну все что тут надо сейчас продавать замены фильтра всем привет друзья вы на канале михаил флэк стартап только что был холодильник на холодильнике значит был компрессор его кто-то уже поменял но не поменял фильтр драйвер вот завтра мы сюда при не поменяем фильтр драйвер все опять перезаправим потому что холодильник не морозит это такая ошибка помните золотое правило скажем так если вы заходите залезаете в сил систему всегда менять фильтр драйвер обязательно не оставляйте старый потому что это неизбежно приведет приколу вот так вот кто помнит вчера предыдущем выпуске мы ремонтили и ремонтировали дешевошер значит не получилось потому что меняли борт не помогло вот в этот раз мы купили такую контрольную панель называется это контрольная панель юзер интерфейс вот вот она вот здесь у меня юзер-интерфейс где кнопочки нажимаются сейчас мы пойдем и отремонтируем дешевошер джи и я просто поменял этот контроль панель и я просто рекомендую и контроль панель работает этот старый панель, этот дверь сейчас я подключил и все сомневается ребят ну вот мы отремонтировали дешевошер все работает идеально юзер-интерфейс подключили вот к юзер-интерфейс идет вот такой вот мануал вот потому что это такой универсальный юзер-интерфейс для разных так скажем моделей смотрите если у вас модель как у нас например gdt545 тот же импера нужно вот так вот выставить если модели отличаются тот же импера нужно вот так выставить то есть это такой как бы универсальный юзер-интерфейс он подходит абсолютно для большинства вот этих моделей один-единственный отличительные черта в ремонте этого дешевошера заключалась в том что здесь чтобы добраться до юзер-интерфейса нужно снимать всю дверь вот и только так ты сможешь так скажем этот юзер-интерфейс поменять вот обычно в других дешевошера в других моделях не нужно снимать вообще полностью двери да нужно снять только верхнюю как бы крышку юзер-интерфейс легко будет доступен сверху вот поэтому это g компания вы знаете компания g не ищет легких путей вот и порой для ремонтников для техников g appliance они немножко помудренее чем все остальное вот но как вы знаете предыдущем видео мы у нас был файл с ремонтом но сейчас все получилось идеально мы поменяли юзер-интерфейс вот контролку мужа не стали менять потому что она старая контролка нормальная собственно говоря вот такая вот история вот такая вот история вот ну что поехали дальше я рад что мы клиенту помогли клиент счастлив доволен а вот и мы двигаемся дальше а тот борт который у нас остался мы обязательно сейчас положим на склад и обязательно применим для другого планица когда у нас он появится наш спорт менеджер будет знать что на складе лежит и собственно говоря всегда будем знать что у нас есть этот борт так ребят пришел я сейчас клиенту на микровейв у него сломалось ручка вот сейчас тут фотографии появится сломаны ручки вообще микроволновки в целом вообще все у него микроволновка работы только сломалась ручка задача поменять эту ручку так как это страховая это страховая компания да то мы сейчас отправим request и уже придем сюда с ручкой все ничего интересного двигаемся дальше так ребят значит план еще такой сейчас мы едем в ipd мы там заберем парты и после этого мы поедем на доделки вот сейчас поснимаем доделочки так что не забывайте подписываться ставьте лайки пишите свои комментарии сейчас мы зашли в пиде и в пиде я взял значит фен мотор мы будем его сегодня менять с вами и дрейн помпу на вошер машин мы тоже ее поменяем с вами все в принципе я только зашел взял два парта вышел и сейчас мы направляемся клиентам на доделку поехали итак ребята значит вот наш вошер машин компания lg значит что нам нужно сделать здесь снизу мы видим как раз таки дрейн помпу вот она снизу здесь чтобы добраться до этой дрон помп и и поменять нам нужно снять вот этот передний фасад чтобы снять передний фасад нам нужно вытащить вот эту часть здесь есть такая кнопка push нажимаем вытаскиваем дальше снять вот этот как бы я не знаю топ сайт да вот этот вот тут скрузы выкрутить снять фронтовую часть значит здесь нужно выкрутить вот эти два болта чтобы снять соответственно чтобы снять вот этот вот бут бут на газку вот и собственно говоря вся вот эта фронтовая часть она снимается дальше мы можем поменять дрейн помпу вот дрейн помпу вот дрейн помпу вот она улезет так сливается отлично все идеально собственно говоря весь этот процесс не стал показывать неоднократно на нашем канале мы показывали как это делать вот сейчас мы направляемся к другому клиенту значит время 12 а сейчас время 1130 а нам только в час клиенту и мы сейчас позвонили офису спросили можно ли мы сейчас раньше приехать потому что мы уже все как бы заказы тоже переделали и вот мне сейчас менеджер пишет что клиент будет 12 отлично тогда мы сейчас едем в starbucks кофе 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 я куплю себе вот и потом уже клиенту поедем так ну вот значит у нас тут хитинг элемент работает посмотрите вот он мы находимся на холодильнике значит мы находимся на доделке нам нужно заменить фен которого тут находится сейчас вот тут раскроем вытащим фен вот и ну собственно говоря все такая вот история ну вот мы вытащили вот эту часть вот он вот он там стоял теперь нам надо снять снимаем придется резать еду сейчас парком забирать какие-то парты и потом еду сан-хосе на заказ погнали так короче холодильник во фрешфуде плохо морозит во фрезере хорошо морозит какую деталь я заметил то что компрессор очень горячий очень горячий и скорее всего значит сюда следующий компрессор перегревается просто-напросто и в какой-то момент отключается и фрезеры до сих пор работает хорошо ну потому что температура достаточно холодная он сохраняется за счет там того что там лед еще а во фрешфуде плоха температура невысокая вот и собственно говоря вот мне кажется что ну не кажется я думаю что такой диагноз того что в этом проблема трубка ужасно горячего ты ее трогаю не могу прям рукой трогать если я возьму пистолет этим пистолетом вот эту температуру померю вот видите она почти 180 фаренгейт вот ну это честно говоря достаточно такая высокая температура я даже вот не могу держать руку прям очень горячо обратите внимание конденсер койл грязный очень его нужно чистить так ну здесь была уже другая компания поменяла сенсор но этого явно недостаточно помимо того что ну окей если бы даже это было сенсор да то как минимум нужно было почистить конденсер койл от грязи от пыли вот от всего от этого то есть к сожалению ремонт не был выполнен должным образом и но ребята решили позвать другую компанию нашу вот сейчас значит мы почистим как минимум конденсер койл вот а как максимум мы поменяем фильтр фильтр вот здесь вот не видно не видно здесь потому что вероятность очень высокая что это засор и я restriction достаточно такой серьезный но компрессор не должен быть таким горячим вот и еще есть вероятность что компрессор потихонечку умирает потому что от такой высокой температуры начинает и фреон ломаться ломаться фреон ну да портится так что вот такие пока пирожки